Доброе утро! Сегодня апрель, апрельский день, но он, к сожалению, не похож на апрельский, как будто сегодня осень. Тем не менее, в этот прекрасный весенний день мы отправляемся на юго-восток Донецкой области для того, чтобы посмотреть, есть ли смачки и строчки, и какие новости в лесу. Вот такая интересная травка в апрельском лесу, лес пробуждается. Итак, мы уже 10 минут ищем смачки, пока безуспешно. Итак, полтора часа облукания по лесу ни к чему не привели. Однако, когда я нашел вот такой кусок леса, это чисто клён, с вот такой подстилкой, то ситуация поменялась сразу же. Вот они найдены. Найден первый сморчок, первая сморчковая шапочка 2014. Ура, товарищи! Смотрите, обратите внимание, беловатая подстилка, кленовая. По мнению очевидцев, очевидцев местных, которые мы недавно встретили, нужно искать сморчки рядом. Нашли один, нельзя уходить дальше. Совершенно правильно. Вот он ещё... Да! Вот ещё... И вот он... Ещё сморчковая шапочка. Сегодня... В этот пасмурный холодный день... 11 апреля. Вот шапочка спряталась. Ещё раз повторюсь. Чисто кленовый лес, без дуба, без вяза. Именно без примесей. Вот такая беловатая подстилка. Обратите внимание, сморчок совсем мелкий ещё. Ещё нет его крупного на больших ножках. Сморчковая шапочка. Открывает наш грибной сезон 2014. Весна. Ух ты! Вот сморчок... Сморчок поднял деревяшечку даже. То есть, начинающему грибнику довольно сложно будет сразу найти сморчки. Вот я, в принципе, собирал их несколько раз, но вот пришлось потратить мне полтора часа, чтобы, скажем так, вспомнить, какой лес необходимо найти. Сморчок только лезет. Вот только он начинает появляться. Совершенно. Ну, попав в нужный лес, тем не менее, далеко идти дальше не нужно. Как бы, просто нужно этот лес полностью вычесать, прочесать. Достаточно, мне кажется, чтобы набрать сморчков даже одного кусочка леса небольшого. Подчеркиваю, кленового леса. Вот еще сморчки, смотрите. Один. Два. Три. Четыре. Совсем маленький, только появляется из-под земли. Вот он, сморчок. Пять. Вот он, сморчок, рядом. Шесть. То есть, нужно попасть в нужный лес. И сморчок сам будет прыгать к вам в корзинку. Ну вот, практически минут за десять. Вот уже целую горочку шапочки. Дальше Асонович тоже приблизительно такую горочку нашел. Продолжаем двигаться. Напоминаю, сегодня шапочка еще очень мелкая. Вот только она показалась с-под листвы. То есть, уважаемые грибники, где-то ровненько через недельку шапочка уже будет вся наверху и будет собирать хорошо. Как только пойдут хорошие тепленькие деньки. Продолжаем поиски сморчковой шапочки. Хочу, чтобы вы полюбовались этой красотой. Вместе со мной. Вот еще сморчок. А здесь вообще красавцы. Вот желтоватого цвета. Дальше еще один. В лесу очень холодно, но тем не менее, после того, как начали попадаться сморчки, стало очень-очень жарко. Апрельский сбор грибов начался. Ну что, будем стараться, чтобы показать вам сегодня еще и строчки. Тот, кто умеет собирать желтушку, поймет меня. Раскапываешь бугорки. И вот они перед вами стоят. Сморчковые шапочки. Потеплело днем, и шапочка вылазит прямо на глазах. С под листвы. Вон у Асоновича шапочки. И даже видно у него под локтем. Вот небольшая есть. Сбор грибов это большое удовольствие. В первую очередь. После долгой зимней спячки. Это хорошая тренировка перед серьезными походами за грибами. Напоминаю, прежде чем мы нашли это место, мы прошагали порядка трех километров. Посмотрели более трех кварталов леса. Я, как и многие грибники на нашем форуме, сравнительно новичок по сморчкам. Вот, пожалуйста, раскопали и нашли сморчок. Сморчок. Поэтому тоже это как практически первые практики идут. По серьезному усовершенствованию мастерства. По сбору весенних грибов. Грибов. Вот такой лес. Чистый, светлый, красивый. У дороги сморчок немножечко крупнее стал попадаться. Сморчковая шапочка вот такая. На более открытых полянах, вот он, покрупнее. Мясистые ребята. Вот потихонечку набирается пол корзинки уже. За каких-то чуть больше получаса. Самое интересное, что если вы все в угарки посмотрите, вы найдете еще больше сморчкова. Сморчкова. Сегодня холодный день. Грался пять всего на улице. Поэтому сморчок не спешит лезть. Но на открытых полянах, тем не менее, он появляется. Мы буквально вот прошли от дороги. Сейчас покажу дорогу. Ну метров сто мы прошли в длину и двадцать-тридцать в ширину. Сморчка настолько много, что далеко идти не надо. Нашли его. Ходите по кругу, собирайте как белый гриб. А Сонович сегодня как партизан. Ползает, снимает, фотографирует сморчки. Да их не просто много. Их сосчитать тут невозможно. Но при желании мы могли бы собрать и два, и три метра. Но это лишнее. Там нужно собрать и почувствовать вкус. Звучит музыка. Суперка. Ого! Два, сейчас. Пошел. Вот, сморчочек, вот такой красавчик, дальше вот такой, и еще дальше идут еще сморчочки, дальше небольшие. Итак, пятой сезон, весна 2014, объявляю открытым. Ура, товарищи! В следующей серии смотрите. Теперь я вас хочу, дорогие любители грибов, познакомиться со строчками. Строчок выглядит вот так. Строчок обыкновенный. Строчок. Строчок. Строчком. 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 Строчком.